Творчество меня сопровождало с раннего детства и в разных формах. Видимо, я родилась с задатками творчества. Я пела, сочиняла стихи, музыку, танцевала, писала песни, очень любила рисовать, но больше всего мне нравилось что-то делать своими руками. Когда в моем родном городе проходили ярмарки, мой любимый прилавок был не со сладостями, как обычно для детей бывает. Больше всего меня манили лавочки с изделиями ручной работы. Витражи, керамика, текстиль, украшения. И каждый раз, наслаждаясь каким-то арт-объектом, я всегда оставалась содержимой мыслью, как это сделать самой. Я хотела уметь делать сама практически все. От лепки кружки до создания звездолета. И когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я тоже хотела все. Я хотела быть и балериной, и полицейским, и космонавтом, и певицей. И чем взрослее я становилась, тем больше я осознавала, что все-таки я хочу свою жизнь связать с творческой деятельностью. Когда пришло время моего выбора, мама, конечно, очень хотела, чтобы у меня была надежная профессия. Так как в школе я хорошо училась, я думала, ладно, я справлюсь в любой сфере. И я выбрала экономику. Но чем дальше, тем больше я задыхалась в отсутствии креативной среды. И понимая, что я точно умру от скуки, если этим я буду заниматься всю свою оставшуюся жизнь. И тогда я последовала за зовом сердца. Закончила педагогический университет, академию искусств. Приобрела профессию учителя начальных классов и искусства. И затем 10 лет работала в школе в Литве, в Старом Тракае, в очень креативном коллективе, где была тысяча и одна возможность для творческой самореализации. Творческие проекты следовали друг за другом. И это стало для меня действительно бесценным опытом. Меня окружали люди, которые ради воплощения творческой идеи были готовы ночевать на работе. И в принципе сейчас я работаю в таком же коллективе в Центре культуры. Я приехала из Литвы в Эстонию в 2006 году. И если в Литве у меня больше творческая деятельность была связана с музыкой, то Эстония мне подарила больше возможностей развиваться в моей любимой области в декоративно-прикладном искусстве. И я уже 10 лет веду занятия в Центре культуры в студии декоративно-прикладного искусства для взрослых. И сама также с большим удовольствием занимаюсь всеми видами творчества, которые преподаю. Это валяние шерсти, витраж, мозаика, роспись по шелку, керамика, спекание стекла, эбру, эко-принт, полимерная глина, декупаж и другие техники. Иногда знакомые, которые видят мои работы в соцсетях, часто спрашивают, зачем мне одно из столько, допустим, керамических тарелок или столько шарфов, столько украшений. На самом деле, все, что вы видите в интернете, это сделано не для себя, а в первую очередь для моих учениц. И служит методическим материалом в студии. Что-то новое, конечно, рождается постоянно, потому что я каждый год принимаю участие в живых мастер-классах и в творческих вебинарах онлайн, где собираются люди со всего мира. Во время карантина, конечно, надо было искать иные формы обучения в студии. Поэтому я создала канал на YouTube и начала сама снимать видеоуроки в поддержку своих учениц. Во время пандемии наш канал стали посещать люди со всего-всего мира. И сейчас у нас уже более 3000 подписчиков. И хотя карантин закончился, я продолжаю снимать видеоуроки, потому что вижу, что они актуальны. Есть столько хороших теплых отзывов и даже просьб снять мастер-класс по конкретной теме или по конкретному изделию. Я, конечно, лично не знаю этих людей, но действительно чувствую какую-то особенную связь с ними, потому что знаю, что мы, творческие люди, все одной крови на самом деле. Я хочу всем пожелать и не сомневаться в голосе сердца. Если что-то коснулось каких-то глубин вашей души, если что-то проснулось, зашевелилось внутри. Следуйте своей мечте. Даже если ваш творческий потенциал собирался долгие годы, никогда не поздно это все реализовать. В Центре культуры города Кохлоярве до конца месяца будет открыта выставка моих работ. Я очень приглашаю ее посетить. Здесь будут выставлены работы в шести и разных техниках. Валяние шерсти, эко-принт, эбру, вспекание стекла и витраж Тиффани. Готовясь к этой выставке, я поняла, насколько важно иметь каждому то любимое увлечение, которое дает так много сил жить, творить и любить свое дело. Субтитры создавал DimaTorzok